Мороз и ветер главные враги нашей кожи зимой, а еще сухой воздух в помещении, высокая влажность на улице. Как же ухаживать за лицом и телом в холодное время года? Мы расскажем вам о косметологических процедурах, которые сохранят красоту и молодость именно сейчас, в зимний период. В студии у нас Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских наук, главный врач клиники красоты МЕДЭС. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, все-таки зима еще продолжается, хотя весну уже видно, уже прибавляется день, уже много солнца, но тем не менее мы живем еще в зиме. Что же важно, как же о себе позаботиться, да, что же важно знать и какие процедуры предлагает нам косметология? Ну, на самом деле, действительно, еще зима, потому что снег лежит, ветер холодный. И в это время показаны специфические процедуры именно вот уже для как бы затяжной зимы. Это не просто там ноябрь или декабрь, а именно вот февраль, когда уже зима прошла, и она подействовала и на организм, и на кожу в целом. Когда мы уже долго живем в зиме, в холоде, в ветре. Да, уже долго, да, совершенно верно. И это касается дефицита, в первую очередь, ультрафиолета и вот наших тех физических факторов, холод, ветер, которые влияют на нашу кожу. Ну, в частности, при дефиците ультрафиолета дефицит коллагена развивается, то есть каркасных волокон, проседает каркас, и это усугубляет возрастные временные изменения со стороны кожи. И здесь нам на помощь приходит такая базовая процедура, как обработка лица фокусированным ультразвуком, смаз-лифтинг, который помогает нам именно на глубоких слоях восстановить каркас, на котором держится подкожно-жировая клетчатка сверху кожи, потому что когда каркас проседает, это все, что сверху тоже проседает, и выглядит не очень эстетично, подвисает область нижней трети лица, формируются носогубные складки, губоподвородочные складки. И в частности, вот здесь вот показана процедура фокусированного ультразвука. Учитывая, что в ближайшее время мы будем отмечать мужской праздник, вот мы тут показываем процедуру. Мужчина у нас тут на процедурах, да? То есть для мужчин эта процедура так же подходит, как и для женщин? Да, подходит абсолютно. Для мужчин даже может быть более удобная, потому что они не выпадают из социума абсолютно, здесь нет повреждения кожи. И единственное, что может быть более тщательно побриться, чтобы было более плотное прилегание, тогда процедура будет более эффективная. Проходит она без боли, без подготовки, без реабилитации, что мужчины очень ценят на самом деле, ну и, конечно, результат. Единственное, что у мужчин кожа погрубее, и результат может быть более отсроченный, не такой быстрый, не такой яркий, как у женщин, но тем не менее он тоже есть. И по истечении полутора, двух, трех, до пяти месяцев развивается результат. Каркас, который чем глубже, тем дольше он как бы посаживается, укрепляется. Ну вот такой хороший результат мы видим на достаточно возрастной пациентке. Обычно нам говорят, вот и все, малоненьких показываете, вы покажите вот. Чтобы прям заметно было, да, было до и было после. Ну, конечно же, видно, да. Тут вот мы видим, значит, здесь вот очень хорошо подтянулся овал, как раз носогубные губоподборочные склазки, приоткрылись глазки. Это комплексная процедура. Это не только смаз-лифтинг, не только фокусированный атерозвук. Но тем не менее, вот какой хороший результат можно добиться, прям действительно минус 10, если не больше лет. Причем это вдохновляет, это выглядит человек не только со стороны лица, но это издалека. Я как-то встретила эту пациентку на улице, я просто остановила на ней взгляд, не фиксируясь, что это знакомое. Но потом, когда уже увидела, что это, оказывается, наша пациентка... Что это в ваших рук дело. Да. Что вы тоже вложили в то, чтобы она была такая. Я была приятно удивлена. Вот то, что касается внешних физических факторов, которые высушивают кожу, кожа грубеет, никакие крема не помогают, сухость не растает. Да, это просто какая-то напасть, да. Просто бывает, да, действительно, катастрофа. В этом случае приходят на помощь процедуры, которые влияют на качество кожи. В частности, вот здесь мы видим микс-лазер. Тоже достаточно щадящая процедура. С поверхности кожи не повреждается. Все изменения идут под эпидермисом. Она поэтому годится на выход, как процедура для красной дорожки. Но и при курсовом ее прохождении раз в месяц всего шесть процедур. Считается, что за шесть процедур мы полностью обновляем каркас кожи изнутри. При этом вот эти нежные лучики-лазеры, их очень любят вот тоже мужское лицо. Их очень любят клетки молодости, фибробласты, которые находятся на базальной мембране. Вот они так оживают под этими лучиками, начинают образовывать свой красивый коллаген с хорошей выстилкой, с хорошей светоотражающей способностью. Эластин – это мягкость, нежность. И что очень важно – гиалуронную кислоту, собственную гиалуронную кислоту, которая притягивает водичку. И уже через две недели кожа бархатиста, увлажненная, наполнена хорошим гидроресурсом, хорошо выглядит. Бонусом здесь идет рассеивание сосудов, вот здесь вот мы видим, да, на фотографии слева выраженный купероз у девушки. Это результат после курса процедуры. Это не одна процедура, потому что в одну процедуру лучики попадают какие-то одни капилляры, в другую процедуру в другие. Вот по истечении курса процедур такой хороший результат, сокращаются поры. И что очень важно сейчас, вот именно сейчас, вот именно в этот сезон февральский идет обострение розации, обострение купероза. Сосудики на лице. Как вот следствие вот этих морозов, вот этих чрезмерных нагрузок, нагрузок температурных. Вот это, наверное, изменения, да, когда мы из холода заходим в тепло, да? Да, да, да. Вот это влияет. Здесь разница порядка 50 градусов, если мы выходим. Ну да, минус 20, ну а то бывает и минус… 25, 25, да, 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 вот оно и получается, да. Кожа не успевает, конечно, приспособиться, и ветер высушивает, и вот очень хорошо как раз вот эта процедура микс-лазер, которая стимулирует образование гиалуронной кислоты. Нет, не надо инъекции какие-то делать, через две недели уже все хорошо, потребность в кремах резко снижается и даже отпадает. Вот, ну и сейчас, конечно, сезон еще для тех процедур, которые мы делаем в период, когда сокращен дневное время, сокращено еще не такое оно большое, еще продолжается. Оно сейчас нарастает, солнце поярче, но тем не менее, все равно это не то, что летом. Это процедуры, в частности, от фракционного лазера, СО2, которые идут с реабилитацией, там формируются на поверхности микроканальчики до середины среднего слоя кожи, так называемая лазерная шлифовка. Глубже в Российской Федерации шлифовки и пилинги запрещены на сегодняшний день, но до середины среднего слоя это достаточно, чтобы выровнять кожу с поверхности, чтобы убрать мелкие какие-то морщинки, пигментные пятна, которые в этом месте скопились, которые глубоко мы их здесь не достанем, их все-таки больше на микс-лазере лучше с ними работать, но тем не менее, поверхностные, вот в частности, здесь показана обработка верхней губы, значит, уголочка в глаз, там бекожа тонкая, нежная. В первую очередь мы видим хорошее сокращение кожного лоскута до 15-20%. Это тоже способствует тому, что вот мы видим, как приподнимаются бровки, как разглаживаются мелкие морщинки в угла глаз, и, что самое главное, посмотрите, как светлеет кожа. Это тоже результат уже после реабилитации. Иногда женщины там начинают тревожиться, когда они сразу после процедуры не видят вот такого результата, а его и не будет, потому что идет период реабилитации, кожа после, все-таки это микротравмы, но это травмы, она красненькая, она розовенькая, она неровная по цвету, где-то потемнее, где-то посветлее, вот, но это не повод для беспокойства, после того, как все эти микро-корочки, микро-рубчики, микро-шамки эти отойдут, вот, и восстановится, она будет светлая и ровная по цвету, и это сохраняется уже на всю оставшуюся жизнь. Вот здесь мы видим на этой схеме жировые пакеты, которые позволяют лицу быть таким милым, приятным, нежным, быстро расправляться, да, при мимике, при любой мимике, это детская, дети, подростки, да, но со временем вот эти желтые жировые пакетики, они начинают уменьшаться в объеме, они сползают вниз под действием силы гравитации, и мы уже видим, как лицо становится такой более, может быть, уставшим, да, объем вот смещается в нижнюю треть, и мы видим то, что нам не всегда нравится. Не всегда нравится, хочется быть по... Как бы повеселее. Откорректировать. Откорректировать. Ну, здесь вот для коррекции подкожно-жировой клетчатки, вот именно дефицит объема, приходит на помощь как раз контурная пластика, и ее все-таки мы рекомендуем делать после аппаратных техник, не менять их местами, потому что если только там какие-то, ну, какие-то срочные дела, то срочно прям через неделю там конкурс красоты может. Но если все в планном порядке, лучше после аппаратов. И вот здесь мы видим коррекцию как раз средней третьей лица филера для восстановления объема в области средней третьей лица, скул в области щек, то есть для формирования так называемого треугольника молодости, когда основной объем все-таки у нас в средней третьей лица в области скул, в области щек. Вот здесь идет коррекция, в частности, угла нижней челюсти тоже сейчас вот девочки обращают на это внимание. Очень хорошо видно у киноактрис, когда их показывают с этого ракурса, какой красивый у них угол нижней челюсти. Ну, популярна процедура по коррекции объема губ. Вот здесь мы видим, ну, на сегодняшний день уже не модно такие огромные какие-то губы, которые бросаются в глаза, там как бы выбиваются из общей картины на лице. Ну, такие достаточно корректные, с красивым контуром. Это современные препараты, которые именно для губ предназначены. Вот это комплексная обработка лица. Сюда вошли филеры, сюда вошел смаз-лифтинг. И мы видим, посмотрите, да, треугольник молодости, как вот у нас обозначился. Слева это было до процедур, справа после. Это заполнение носогубных складок и коррекция вот объема в области скул, и коррекция овала на смаз-лифтинге и на ботулинотерапии. Ну, нельзя забывать про область шеи, потому что у нас шея кожа тонкая, очень подвижная, больше эластических волка. И она, если провисает, а час икс такой наступает, когда мышца платизма ослабевает и не может уже держать вот этот красивый как бы рельеф, вот, тогда трудно очень с этим справиться. Ну, тоже вот культурная пластика легкими филерами, легкими. В частности, пульмолочная кислота сюда на большей площади. И одна из новых процедур — это фракционный РФ-лифтинг, в частности, микротоковый фракционный РФ. На самом деле, фракционный радиоволновой лифтинг, радиофреквенсии, он на сегодняшний день — это не только микроигольчатые, ну, просто микроигольчатые, как бы самые, проще объяснить, и самые популярные там, может быть, да. Делается он микроиглами позолоченными, одноразовыми, потом они идут в утилизацию, повторно не используются. Ну, и другими электродами, канюльными электродами, которые формируют канал для введения филеров. Это и игольчатые электроды, не микроигольчатые, которых много, а игольчатые электроды. И это различные другие, ну, в нашем центре, это более 30 различных видов электродов под разные проблемы. Практически нет такой проблемы, под которую нет вот конкретной технологии на сегодняшний день. Ну, вот мы прямо видим сейчас, как это происходит, да, что происходит прямо внутри. Да, сокращение идет, во-первых, ткани, они тонизируются. Это особенность РФ-волны. Она всегда использовалась в косметологии, уже много лет используется. Но вот именно фракционное, фракционирование этой РФ-волны позволяет добиться более таких, ну, я бы сказала, изумительных результатов. Результатов, вот мы видим сейчас, да и после. Значит, это обработка канюльной техникой области вокруг глаз, это обработка области носогубной губоподбородочной филеры, когда мы заполняем с помощью РФ-канюля, вот этого РФ-электрода, они ложатся более красиво. Это работа не просто микроигольчатые, можно и микроигольчатый РФ, но это игольчатый РФ, когда иголочка вводится именно вот в каждую, в каждую, в каждую складочку, обрабатывается сначала РФ-волной, потом заполняется препаратом. Вот тоже самое область губ, вверху, внизу, после, вот это всегда проблемная зона и для косметологов, и для хирургов, потому что это складки с поверхности, и именно радиоволна, именно игольчатый фракционный РФ позволяет нам вот эту складку приподнять, заполнить и вот так выглотить красиво. Это работа с нависающей носогубной складкой, которая фиксирована к подлежащим тканям, поэтому не вот эта складка, которая нависает на дне, она такая тяжелая, с ней обычными филерами не справится, может даже еще утяжелить, но благодаря фракционной технологии канюльной, такие хорошие результаты на сегодняшний день. Ну, нам осталось пригласить наших зрителей к вам на эти и другие процедуры, куда обращаться. Да, другие друзья, впереди еще череда праздников. Да, кстати. Поэтому вас приглашаем и сейчас, и заранее в нашу клинику красоты Медест. Мы находимся в самом центре города, улица Дзержинского, 21А, Корпунт-2, телефон 30-69-82, удобная охраняемая парковка. Ждем вас, до встречи на процедурах. Спасибо большое. В студии у нас была Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских наук, главный врач клиники красоты Медест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!